Продолжение следует... Не было еще никогда. Звоните сейчас по телефону в Сургуте. 600-190. Сипромстрой.ру Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте. В студии работает Дмитрий Круковец. И в начале выпуска коротко о главных темах. 81 год назад фашистская Германия напала на Советский Союз. 22 июня – дата, которая сохранится в памяти народа, как самая страшная трагедия тех, кто ушел на фронт. Сегодня вспоминали в Сургуте и Сургутском районе. Подрядчика для проектирования здания театра актера и куклы Петрушка могут определить до конца лета, когда начнется строительство. И прогуляться по новой набережной в парке Засайма и сургутяне смогут только осенью. Почему и по какой причине в рекреационной зоне принесли место для будущей спортивной площадки? В Сургуте может появиться парк Победы. Площадка с военной техникой, которая планируется, будет создана, станет центром кластера патриотического воспитания горожан. Об этом телеканалу «Сургу-24» рассказал депутат Думы муниципалитета Михаил Бехтин. По его словам, есть предварительная договоренность со штабом Центрального военного округа о передаче городу пока четырех единиц военной техники. Среди них танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, а также артиллерийские системы, либо орудия. Известно, что все это перед тем, как выставить на всеобщее обозрение, нужно будет сначала доставить и отреставрировать. Планируется, что для бюджета города это не станет нагрузкой. Средства местной казны, если и будут использованы, то исключительно для благоустройства. Ведутся переговоры с мэрией о выделении места, которое станет не просто выставочной площадкой. Городу необходим такое место, где помимо честствений ветеранов, помимо честствений различного рода участников локальных воин-конфликтов, будет создано место для приема ребят, юно-армейцы, для выступления коллективов города в знаковые даты и так далее. В общем, вопрос обсуждается. И, может быть, в данной связи стоит и подключиться активным жителям города к обсуждению, которые могут предложить свои идеи. Сегодня, 22 июня, ровно в 4 утра сургутяне вспомнили героев Великой Отечественной войны. На мемориале, ушедшем на фронт, установленном на набережной Олега Морчука, прошли памятные мероприятия. Участие в них приняли представители администрации города, депутатского корпуса, Советы ветеранов, патриотических, общественных и молодежных объединений сургута. К обелиску возложили цветы, почтили память погибших, минуты молчания и далее три залпа из винтовок времен войны. По традиции на воду спустили венок. В жизни каждой нации есть действительно памятные даты. И пока она о них помнит, она действительно является нацией, способной жить, защищать себя и творить добро. 22 июня – это день действительно памяти и скорби, потому что война, неожиданность, большие потери первого, второго года. Знаете, это зарубцевалось, наверное, не только у участников, но и последующих поколений. В этот день, ровно 81 год назад, в 4 часа утра 1941 года, фашистская Германия напала на Советский Союз. Из Тургута защищать родину отправились 2600 бойцов. 1240 из них не вернулись домой. Добавлю, в этом году клуб исторической реконструкции «Арсенал» запустил новый проект «Наш батальон». Все желающие каждое 22 июня смогут пройти строем вместе с бойцами клуба до обелиска в Рич-Порту 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. В 4 часа утра востолько началась у нас Великая Отечественная война. Сюда, на мемориал, откуда уходили наши сургутяне. С расстояния полтора километра, 1418 метров, подразделение пришло строем. Это был батальон. А вот идея, если в процессе вот этого прохождения к этому батальону будут присоединяться еще и гражданские, кому не все равно, кто бы в 4 часа утра, в 3 часа утра смог бы выйти на вот этот маршрут, вот тогда, наверное, вот это будет уже проект «Наш батальон». Еще в одном проекте, которому, правда, уже не один год, смогли поучаствовать сургутяне в Центре патриотического наследия. Под открытым небом развернулась концертная площадка и полевая кухня. Вспомнить былое собрались дети войны, старожилы сургута, спецпереселенцы, члены общественных организаций города, потомки участников войны. Затем памятные мероприятия переместились на мемориал славы, но обо всем по порядку Татьяна Расторгуева. Этой встречи на привале ее участники ждали долго. Собраться в таком формате, как сейчас, не позволяла пандемия. И вот день начала Великой Отечественной вновь свел их всех вместе. Детей войны, потомков непосредственных участников и очевидцев тех страшных лет – старожилов сургута. Не было только их, кто принял основной удар фашистов на себя. Дорогие, как радостно сегодня вас видеть. Но день, к сожалению, скорбный для наших воспоминаний. Именно сегодня первая из всех встреч, которая проходит без наших ветеранов. Сегодня о том, как это было, говорят уже потомки защитников Родины, со слов самих ветеранов, когда те были еще живы. Наталья Верзун – дочь последнего председателя клуба «Фронтовые подруги» Ларисы Золотухиной. Со слезами вспоминает, как рассказывала мама о войне. Она училась в Брянском институте Львзисном. И в этот день они были на геодезической практике. И занимались своими делами, делали съемки там, все, пришли. И что-то им вот показалось тревожно, как-то вот пограничники себя вели очень активно. И когда они вернулись, вот узнали, что началась война. Первое, что мы в своей жизни узнали от своих родителей, что 22 июня не день солнцестояния летнего, а день начала Великой Отечественной войны. И у нас это осталось навсегда. И сегодня, когда внуки и правнуки борются с поднявшим головным нацизмом, мы должны понимать, что путь к 9 мая начался именно 22 июня. Именно сегодня на привале работала полевая кухня, звучали военные песни и стихи в память о том, чего забыть никак нельзя. Какое слово горькая война, какое слово гордая победа, ни взрыв, ни смерть, а мир и тишина, не вечный мрак, а ликование света. Памятные мероприятия по традиции продолжились на мемориале славы. И сегодня каждая российская семья отдает дань уважения и памяти тем, кто 1418 дней верил и делал все для фронта и для победы. Мы это не забудем и не позволим забыть никому. Как бы ни старались переписать историю, возродить нацизм, мы выстоим и победим. Первые лица города, депутаты и общественники возложили к памятнику цветы, а волонтеры победы в рамках акции «Свеча памяти» выложили у Вечного огня слово «Помним». Татьяна Расторгуева, Сергей Кондаков, Сургут-24. В память о тех, кто прошел войну на аллее ветеранов, которая находится на Сургутском Чернореченском кладбище, к постаменту возложили цветы, общественники, первые лица города. Почтили память ушедших победителей Великой Отечественной войны, минутой молчания и троекратным оружейным залпом. На территории аллеи 59 захоронений. Среди участников самой кровопролитной покоится рядовой контрактной службы Михаил Волков, погибший на Украине в ходе военной спецоперации. За благоустройством места воинских захоронений следит председатель Совета ветеранов Сургутского аэропорта Людмила Толокнова. У меня папа Вел дошел до Берлина, имеет очень много ранений. И он не мог, понимаете, он не мог говорить про войну без слез. И когда собирались, он всегда плакал, я. И должен же кто-то все равно остаться, кто бы руководил. Я человек строгий. Я считаю ему долг оставить память, чтобы люди гордились. Они нам дали жизнь, а мы гордились за этих людей, за наших родителей, за наших дедов, за прадедов. И поэтому я всегда говорю, память должна быть вечной. Почтили память погибших в Великой Отечественной войне и в Сургутском районе. Жители Федоровского присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». В 4 утра по московскому времени собравшись зажгли огоньки в честь всех, кто отдал жизни, защищая Родину. В Югре мероприятия поддержали более 3,5 тысяч человек по всей России. Их более 377 тысяч. Для почти каждой семьи в нашей стране этот день всегда останется моментом, когда жизнь изменилась на до и после начала войны. А дата 22 июня сохранится в памяти народа, как самая страшная трагедия. Митинг, посвященный 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны, сегодня прошел и в городском поселении Белый Ярк. Собравшимся обратились заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина и исполняющий полномочия главы поселения Белый Ярк Максим Виер. Жители почтили память погибших в минуты молчания и возложили цветы к памятнику белоярцам, ушедшим на фронт и не вернувшимся в родные края. Земляки, 81 год назад, именно в это самое время, Вячеслав Михайлович Молотов обратился к жителям каждой деревни, каждого села, всех городов, всех жителям Советского Союза. С печальной и трагической новостью, известием о том, что началась Великая Отечественная война. Безусловно, эта дата для нас памятна, так как наше поколение должно помнить о наших дедах, о наших прадедах. Сейчас, тем более, наше поколение должно знать все-таки историю нашу. Сургутские поисковики из отряда «Север» вернулись из очередной экспедиции. В этот раз велись раскопки на Сахалине. Более 50 волонтеров из 20 регионов России искали останки погибших во время войны бойцов вблизи поста «Хандаса». Там в августе 45-го велись ожесточенные бои с японскими милитаристами. Каждая такая экспедиция для участников поискового отряда – возможность вскрыть неизвестные факты и вписать в историю новые имена. Делать это с каждым годом сложнее. С начала образования отряда «Северянам» удалось обнаружить и перезахоронить около 200 бойцов Красной Армии. И только имена 11 солдат были установлены. Было поднято 4 японских бойца и 5 наших. Также были найдены именная фляжка подписная, крышка от котелка и ложка. Сейчас идут архивные работы. Следующая экспедиция у нас 25 июля – это в Крым, город-герой Керчь, в Аджимушкайске и Каменоломне. В Сургуте обсудили вопрос строительства здания для театра актера и куклы «Петрушка». Если с местом, где построят культурный объект ранее, уже определились, то сроки начала проектирования просили скорректировать, начать раньше. Однако найти в дефицитном бюджете Сургута 2022 года деньги на эти цели оказалось невозможно. Один из депутатов и вовсе предложил построить в центре города новый полноформатный театр. Подробности у Карины Александровны. Власти Сургута завершают подготовку к открытию конкурса по выбору подрядчика, который спроектирует здание для театра актера и куклы «Петрушка». Не исключено, что торги завершатся до конца лета. Об этом стало известно на заседании Думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Документ должен быть готов в следующем году. Разработка обойдется в 28 миллионов рублей. Дом для «Петрушки» появится на проспекте Ленина между главным корпусом Сургутского госуниверситета и Центральной площадью. Место размещения обсуждалось на комитете по горхозу, предлагался участок, обсуждались количество посещений, парковок, ну и там такие йорк-энны. Потому что занимает он действительно немного места, прижимается к реке, вот и рядом будет, планируется вернее, были пожелания, что там будут дети гулять, ну и так далее, с архитектурными малыми формами. Поэтому вот это не сейчас родилось, администрация, они сами это все придумывали. Да, это было несколько мнений и на сегодняшний день остановились пока на этом. В ходе дискуссии депутат Евгений Барсов предложил немного изменить концепцию и разместить в указанной локации другой театр. Театр «Петрушка», но не такой объемный, будем говорить, как вообще театр, Сургутский театр, который у нас находится на ЖД вокзале. Они, может быть, все-таки спроектировать театр, настоящий театр, запроектировать, заложить театр в центре города, который будет значимым объектом и для культуры, и для всего. А театр, который сейчас мы, который мы располагаем на ЖД вокзале, его перепрофилировать под «Петрушку». В вашем предложении есть здоровое, правильное зерно, но в настоящее время, если говорить о объемах бюджетного финансирования, которые предусмотрены на строительство «Петрушки», оно не соизмеримо, на самом деле, со строительством большого комплексного театрального комплекса, о котором говорите вы. Это привлечение серьезных проектных организаций, профильных, и там совсем другие бюджеты. Вместе с этим Александр Коновалов сообщил, что считает предложение целесообразным и сообщит главе Сургута о поступившей инициативе. Пока же на территории ядра центра города планируется возвести трехэтажное здание именно для «Петрушки». Проектирование в какой-то момент даже хотели начать раньше, не в следующем, а в этом году. Учитывая на сегодняшний день острый дефицит средств на реализацию таких приоритетных для города проектов, как строительство научно-технического центра, реализация программы по вводу жилья на 2023 год, сдвижка финансирования с 2023 года, перенос финансирования на 2022, к сожалению, не представляется возможностью. Возможно, вместе с тем в настоящее время ведется подготовка для проектирования данного объекта на 2023 год. Если ничего не изменится, то по окончании работ над проектом потребуется найти деньги на строительство. Его старт по плану намечен на 2024. Сумма требуемых инвестиций свыше 700 миллионов рублей. Карина Александян, Дмитрий Круковец, Сургут-24. Прогуляться по новой набережной в парке Засайма и Сургутяне смогут только осенью. Ранее сообщалось, что работу закончат летом, однако обустройство еще идет, причины задержки не уточняются. Сейчас планируется, что откроют объект в сентябре, к этому же времени в парке закончат обновление дорожно-тропиночной сети. Ее расположение местами пришлось скорректировать. Такое решение приняли участники рабочей группы по благоустройству. Общественники изменили некоторые планы, чтобы сохранить зеленые насаждения. При выносе материалов, проектной документации в натуру, мы приглашаем сюда общественников, для того, чтобы у нас не утратилась природная направленность парка, и у нас было уменьшено влияние строительных работ на растительность, которая у нас находится в парке. Поэтому при выносе всех размеров натуру у нас привлекались общественные специалисты. Изменения внесли и в проект будущей спортивной площадки. Она, напомним, стала лидером общественного голосования по благоустройству в этом году. При осмотре места выяснилось, что установка тренажеров и покрытия может навредить нескольким деревьям. Поэтому расположение немного скорректировали. Сами строительные работы начнутся уже в 2023-м. На этой неделе в погожие дни парк Засаймой стал одной из главных точек притяжения для сургутян. Мы поинтересовались у жителей, комфортно ли им гулять на территории рекреационной зоны, и чего, по их мнению, там не хватает. Здорово, все хорошо. Претензий каких-то нет. У меня нет четкого понимания планирования. С собачками вроде поставили, скажите, как мусорки поставили, есть даже кулечки, иногда они там даже бывают. Будет площадка, будет вообще здорово. Мне так нравится, прям вообще, вообще нет у меня слов. Здесь как бы много мест, где можно и позаниматься, и мест, где можно поразвлекаться. В текущем году в Сургутском районе произошло три ЧП на воде. Об этом рассказали журналистам нашего телеканала на брифинге, посвященном обеспечению безопасности людей на водных объектах. За неполные шесть месяцев два человека погибли, и судьба еще двух неизвестна. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года скончался один человек. Отмечено, что трагедии происходят в местах, не предусмотренных для отдыха, и чаще всего после распития спиртных напитков. Специалисты администрации Сургутского района и сотрудники МЧС напомнили, что ни в одном водоеме муниципалитета купаться нельзя. По имени того, что разработано ряд руководящих и планирующих документов, у нас в соответствии с муниципальной программой осуществляется финансирование мероприятий по организации безопасности людей на водных объектах Сургутского района. В 2022 году он составил без малого 1,7 млн рублей. За три года рост финансирования увеличен на 10%. Мы не в состоянии отслеживать каждого рыбака и каждого отдыхающего в отдаленных. Поэтому основные усилия всегда сосредотачиваются в местах наибольшего скопления людей. Почти 400 тысяч цветков украсят Сургут этим летом. Компания по озеленению города идет с 8 июня. В этом году цветники разобьют на 36 локациях. Их на две больше, чем было раньше. Новые красочные и зеленые зоны обустраивают на кольцевой развязке проспектов Ленина и Мира, а также вдоль пешеходной зоны у центральной площади на Университетской улице. Подрядчик планирует завершить все работы до июля. Этот ассортимент используется ежегодно. Мы не ограничиваемся бархатцами и петуньей. У нас высаживаются бегония, сальвия, агератум, георгина. То есть ассортимент очень большой. Также на главной площади новый цветник. Высажены вечно зеленые хвойные растения, туи. Этот цветник оформлен в виде альпийской горки. То есть имеются и камни, и щепа. То есть достаточно интересный ассортимент. Обновят газоны вдоль улиц Энгельса, Аэрофлотской, на участке от автовокзала до остановки общественного транспорта, мех колонна 114, на разделительных полосах улиц Захарова, Каролинского, проспектов Мира, Комсомольского и на Тюменском тракте. От Грибоедовской развязки до молокозавода на Нефтьюганском шоссе. Это вторая кампания в Саргуте по реновации травяного покрова. До августа подрядчики благоустроят почти 30 тысяч квадратных метров территории. Столько же было выполнено и в 2021 году. Мы смотрели наиболее приоритетные территории, которые требуют ремонта. На разделительной полосе в основном наблюдается очень большой нарост верхнего слоя. Рост этот увеличивается в результате того, что корневая система разрастается, поднимается верхний слой газона и становится очень неприглядный вид. Поэтому были определены приоритетные улицы, которые требуют обновления. Ремонт подразумевает собой снятие верхнего слоя. Образуется котлован, куда засыпается новая растительная земля. Планируется, выполняется посев. Оперативно и удобно Сургутский горводоканал изменил номер телефона для передачи показаний счетчиков. Эта линия сможет обрабатывать большее количество звонков и уменьшит для потребителей время на передачу информации. Изменения появились также и на сайте предприятия. Там тоже можно предоставить данные о приборах учета и потребленных ресурсах. Теперь в личном кабинете необходимо заполнить только номер лицевого счета. Сделать максимально комфортным дозвон людей. Потому что вот этот вот номер телефона новый, он позволяет не больше технических возможностей, он позволяет сразу обработать гораздо большее количество человек, что, в общем-то, минимизирует количество недозвонившихся. Мы в последнее время очень серьезно работаем над тем, чтобы сделать наше общение с потребителями, с абонентами максимально комфортным для абонентов. То есть мы улучшаем свои сервисы. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала Сургу-24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте. www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Скоро в Сургуте. Одно из крупнейших в России официальных представительств по доставке автомобилей из Америки – Автодеск. У нас можно заказать машину из США с выгодой до 50%. Заходите на сайт автодеск.про и выбирайте свой будущий автомобиль. Порадуйте себя. Зайдите в приложение «Пицца-фабрика». Мы раскатаем тесто, пока вы завариваете кофе. Разложим начинку, добавим много сыра и готово. Кофе еще не остыл, а пицца уже у вас. Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 22. Отсо действует с 1 июня по 31 августа 2022 года. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 221-222. ОМЕДИЯ ЮГРА Корректор А.Кулакова